Участниками Зорницы стали полторы тысячи российских школьников, более 80 гостей из 40 стран мира. За ходом Олимпиады пристально следили порядка 300 вожатых, а главную игру провели курсанты Черноморского военно-морского училища имени Нахимова. Символично, что и выбором места перезапуска игры стала Торпова дача вблизи Севастополя, ведь там когда-то в далеком 1964 году прошла первая советская Зорница. По заданному маршруту артековцы трусцой прокладывают дорогу к новым препятствиям, которые впоследствии успешно преодолевают. В программу спортивной Олимпиады входили как конкурсы на смекалку по основам военной истории, так и соревнования по медицинской подготовке, ориентированию, метанию спортивных снарядов. Ребят обучали основам гражданской обороны. Для тех, кто стартовал первыми и уже прошел весь маршрут, моряки Черноморского флота подготовили выставку водолазного снаряжения и военной техники. Впечатления от квестов у подростков остались только положительные. Впечатления у меня от этих мероприятий только самые хорошие, теплые. Они будут надолго в моих воспоминаниях. Нам всем очень понравилось. Мы прям очень быстро старались пройти. Мы все прям бежали, команда и дружно. Ну новое было то, что я узнала, как делать искусственное дыхание, как делать массаж сердца. Атмосфера в Артеке отличается от наших Одесской. Здесь скорее атмосфера не службы, а отдых. Ну и конечно же мы в первую очередь приехали в Артек отдыхать. Мы очень рады, что у нас есть возможность применить на практике то, чем у нас учили в корпусе. После завершения всех этапов игры на большой концертной поляне руководитель лагеря вручил награды участникам. Все члены команды победителя получили памятные знаки и возможность посетить флагманский корабль Черноморского флота. Никита Егоров, Анна Беляева, Служба новостей и ТВ.